Девушки отдыхают 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 был в Омске своим парнем и имел много друзей не просто среди хоккеистов, но и преданных болельщиков авангарда. Памятный стенд моего друга и второго хозяина этого заведения Саши Юхина. Он появился здесь после трагедии 7 сентября. Его супруга Елена и вся семья, они решили, что то, что Сашка складывал во время своей карьеры, мечтая потом где-нибудь в подвале сделать определенный уголок своей славы, должно лежать, стоять там, где люди будут это видеть. Так появился этот стенд. Содержимое этого стенда, оно уникальное. Здесь Сашкины медали, настоящий шлем, который достали из самолета, клюшка, которую он отдал, уезжая в локомотив на базу. Он вратарю любительской хоккейной Омской лиге просто подарил эту клюшку, чтобы он играл, он отыграл весь прошлый год с этой клюшкой. И после того, что случилось, человек просто принес и отдал. То есть, вы знаете, как-то странно иногда наблюдать, как люди, пришедшие в заведение за весельем, просто подходят к этому стенду и минут на пять замирает. Наверное, так и нужно. Сезон в КХЛ только закончился, а команды уже начали подготовку к следующему сезону. Вместе с открытием трансферного окна появилась новая информация о переходах игроков. Некоторые секреты по комплектованию на следующий год открыл главный тренер Нижнекамского нефтехимика Владимир Голубович. Обновление состава будет и значительное, где-то на 50%. Фамилии тех, кто к нам придет, я пока называть не могу. Наступит время, обнародуем имена новичков. А тех, кого не будет нефтехимики в следующем сезоне – это Королюк, Кваша, Архипов, Королев. Им были сделаны предложения, но они отказались и решили следить к ним. Также покинут нашу команду Щитов, Мянтюля, Сергеев и оба вратаря – Тарки и Франскевич. О приобретениях наставник Нижнекамцев пока скромно. Молчал. Другие клубы тоже не дремлют. Предлагаем вам остальные трансферные новости. Рижская «Динамо» скорее всего лишится не только своего лидера Сандиса Озо Линша, которым интересуются как минимум четыре российских клуба лиги, но и основного галкипера Криса Холта. Канадец стал неограниченно свободным агентом и руководство латвийского клуба в последний момент решило не продлевать с ним контракт. Где Холт продолжит свою карьеру, пока неизвестно. Не менее интересна судьба галкипера сборной России и мытищенского Атланта Константина Барулина. Главные прецеденты на одного из лучших вратарей лиги – Казанский Акбарс и Санкт-Петербургский СКА. Если армейцы пока только приобретают, уже известно, что защитник авангарда Юрий Александров продолжит карьеру в Петербурге, то клуб из столицы Татарстана будет бороться за Барулина с большим рвением, если подтвердится информация об уходе Петра Веханина из казанской команды. Кстати, двукратных обладателей Кубка Гагарина покинут сразу пять нападающих – Олег Петров, Константин Глазачев, Йозеф Страко, Максим Спиридонов и Евгений Лапенков. В качестве замены этим игрокам казанцы рассматривают кандидатуры Максима Майорова из Коламбуса и Александра Бурмистрова из Виннипега. Обоим игрокам клуб уже сделал предложение. Кроме этого, казанцы думают над кандидатурой главного тренера, который, скорее всего, будет россиянином. А вот Череповецкая Северсталь расстанется с двумя защитниками. Максим Чудинов может переехать в Ярославль, а он, дружи немец, в Донецк. Нападающий на Кузнецкого металлурга Андрей Кузнин может покинуть команду. У Форварда истекается рог действия контракта, и он рассматривает новые варианты продолжения карьеры. По некоторым данным, Кузнин может перебраться в клуб западной конференции. А вот куда бы ни перешел нападающий Алексей Копейкин, в любом случае, его новый клуб точно будет расположен западнее Амура, в котором Форвард провел минувший сезон. И в завершении новости из-за океана, где в самом разгаре второй раунд плей-офф Кубка Стэнли. Сегодня Вашингтон, за который выступают наши Александр, Овечкин и Семин, в гостях добился победы над Нью-Йорк Рейнджерс и сравнял счет серии 1-1. Овечкин, который носит на свитере капитанскую нашивку, был одним из самых активных игроков встречи. Он нанес 7 бросков по воротам, один из которых в итоге превратился в гол в большинстве, который оказался победным. Матч закончился со счетом 3-2 в пользу Вашингтона, а восьмой номер в столичных был признан третьей звездой матча. На этом у меня пока все новости. С праздником весны и труда. Ну и хороших вам выходных. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин